Моя презентация про технологии для малого бизнеса. Исторически так получается, что если мы читаем в газетах про какие-то IT-технологии, мы чаще всего читаем про IT-технологии для конечных пользователей, такие вещи как Google, Яндекс, и про технологии для больших бизнесов, такие вещи как HP, IBM, Microsoft. На самом деле есть еще один очень-очень важный потребитель технологий и вообще всего – это малый бизнес. Малый бизнес, казалось бы, малый, но на самом деле его влияние на мировую экономику очень большое. 90% всей рабочей силы в мире является сотрудниками малого бизнеса. Но мировое определение малого бизнеса – это бизнес меньше, чем тысяча человек. И малый бизнес отслуживает 65%, создает 60% мирового валового продукта – 40 триллионов долларов. Если посмотреть на развитые страны, в Америке 51% от всей рабочей силы работает в малом бизнесе. Это 60 миллионов человек. Это 50% американской экономики – 7,6 триллионов долларов. В России малый бизнес, может быть, не в такой степени развит по разным историческим причинам и инфраструктурным причинам. Но это 50% от всего всей рабочей силы. И это 38 миллионов человек – это 35% всего валового национального продукта. Кроме того, малый бизнес очень важен для роста любой экономики. Если посмотреть на американскую экономику в качестве примера, 64% новых работ в американской экономике за последние 50 лет создавал именно малый бизнес. 40% всех сотрудников технологических компаний работает в малом бизнесе. 97% из всех экспортеров и 30% всего экспорта из Америки созданы малым бизнесом. И интересная такая деталь – малый бизнес гораздо более инновационный. 13 раз больше патентов на сотрудника, чем в другом бизнесе. Кроме того, малый бизнес гораздо быстрее восстанавливается после любой экономической катастрофы. Это, собственно, то, что произошло недавно. В некотором смысле количество малых бизнесов даже увеличилось. Огромное количество людей, уволенных из больших бизнесов в Америке, пошли в малый бизнес. Так или иначе, один из лучших способов улучшить экономику какой-то страны, какого-то региона, какого-то города – это улучшить инфраструктуру для малого бизнеса. Малый бизнес – именно то, что двигает экономику. Малый бизнес – это такая уникальная совершенно вещь. Она очень-очень сильно сегментирована. В ней огромное количество разных малых бизнесов. Если посмотреть на большой бизнес, как потребителя различных товаров или услуг, большой бизнес – это очень сильно горизонтальное пространство. Большие бизнесы друг на друга очень похожи. Они нанимают различные виды сотрудников, покупают различные виды оборудования, имеют различные офисы и т.д. Малые бизнесы – они все очень специализированы. В них есть огромное количество вертикальных сегментов. Например, сколько малых бизнесов в Америке являются по-русски флангерами, которые обслуживают канализации сантехников и сколько есть юристов. То есть миллион сантехников – миллион юристов. Совсем недавно количество юристов в Америке превысило количество сантехников. И нужды сантехников и нужды юристов и с точки зрения технологий, и с точки зрения других вещей совершенно разные. Кроме того, малый бизнес совершенно по-разному ведется в разных регионах. Платит разные деньги за разные товары и услуги. В Китае очень сильно отличается от Пукуа Новой Гриней, очень сильно отличается от Соединенных Штатов Америки, очень сильно отличается от Швейцарии. И поэтому, если посмотреть, например, на информационные технологии, малый бизнес обслуживается огромным количеством компаний. Это фантастический, сегментированный, фантастический, на маленькие-маленькие кусочки разбитый рынок и по географическому принципу, и по вертикальному, и по размеру. Потому что, вообще говоря, малый бизнес в три человека, в триста человек, в тысячу человек управляется совсем по-другому. Вообще говоря, IT – это очень важная часть нашей жизни. IT очень сильно увеличила продуктивность мировой экономики за последние тридцать лет. Я читал такой research, такое исследование, которое говорит о том, что количество богатства в мире до того, как появились информационные технологии, росло на 4% в год. А после того, как они появились, растет на 8% в год. То есть, фактически, рост удвоился IT. И действительно, IT очень сильно влияет на продуктивность компаний, особенно больших компаний. Вот это, например, CISCO Teleconference System. Вот эти вот люди находятся, например, в Перми, а вот те в Америке, но они общаются между собой, как будто бы находятся в одной комнате. Они могут смотреть, кто на кого смотрит, кто с кем разговаривает. Все это в high definition. Подобные технологии и в области коммуникации, и в области обмена документами, и в области мобильных технологий, они очень сильно увеличивают продуктивность большого бизнеса. Малому бизнесу это делать гораздо сложнее. Если посмотреть на международный IT-бюджет, надо заметить, что малый бизнес – это одна из таких областей, которая очень слабо покрыта аналитиками. Очень мало людей понимает, на что и как малый бизнес тратит деньги. С малыми бизнесами очень тяжело общаться. В некоторых случаях малые бизнесы неформальны. То есть не обязательно у малого бизнеса есть регистрация. Это может быть просто какая-то группа людей, которая что-то делает, например, на выходных. Тем не менее, одно из исследований, которое делает компания DC Research, цифры Гартнера гораздо больше, показывает, что 40% мирового расходов на информационные технологии – это малый бизнес. Достаточно много, но при этом, если посмотреть на сотрудника, это в 14 раз меньше, чем в большом бизнесе. То есть малый бизнес очень мало в данный момент использует информационные технологии и очень мало увеличивает свою продуктивность за счет этого. Если посмотреть на данный Гартнер Research, то это в 50 раз разница между малым бизнесом и большим бизнесом на сотрудника информационных технологий. И надо заметить, что, конечно же, в этом сегменте есть большой рост. Если вы собираетесь создавать какой-то стартап для информационных технологий, это существенно, например, в Америке 8% рост для малого бизнеса и только 2,2% в среднем рост IT-бюджета. Почему это так? Ну, на самом деле, очень просто, потому что технологии – это то, что нужно для того, чтобы создавать приложения. Технологии могут использовать разработчики. Разработчики, создав приложения, приложения сейчас в современном мире тоже использовать нельзя. Почти никто из нас не использует приложения, когда используют IT. Мы используем какие-то решения, например, Word, который работает поверх операционной системы Windows, на вашем компьютере, на котором есть антивирус, есть Firewall, есть программа резервного копирования и так далее и тому подобное. И поэтому приложения, их интеграторы собирают в решениях. Но даже решения для малого бизнеса использовать сложно, потому что решения нужно поддерживать, администрировать. И это делают в больших бизнесах IT-департаменты. В малых бизнесах IT-департаментов нет. Малый бизнес может использовать только готовый IT-сервис. И вот сейчас есть такой замечательный и большой технологический тренд, наверное, про который многие из вас слышали – облачные технологии. Но в этом тренде нет ничего особенного. Облачные технологии – это всего лишь компьютерные ресурсы, которые представляются из удаленных, высоко консолидированных центров данных. Если раньше для того, чтобы в вашем бизнесе был IT, вы покупали сервер и ставили его в какую-нибудь серверную комнату, и в мире таких серверных комнат, небольших дата-центров, больших дата-центров было десятки миллионов мест, то в будущем мире количество комнат, где будут стоять сервера, компьютеры, которые обслуживают серверные приложения, будут не десятки миллионов, а, например, десятки тысяч или тысячи мест. И это будут как раз эти консолидированные дата-центры. Вот здесь приведены примеры облачных технологий, которые фактически предоставляются как сервисы для конечных пользователей, для пользователей технологий. Инфраструктура как сервис, платформа как сервис, и такие вот игроки, как Amazon Web Service или Windows Azure. Я думаю, что те люди в этой аудитории, кто разбирается в IT-технологии, слышали про этих игроков. Это веб-хостинг и коммуникацион-хостинг, и вот такие вот игроки, которые это представляют на международном рынке, GoDaddy, Masterhost на российском, Regrew, One&One на международном рынке, Facebook, ВКонтакте, то, что помогает людям коллаборировать. И софт как услуга, Software as a Service, и вот подобные вот компании, Salesforce. Наверное, многие здесь слышали про Salesforce. И SKB Contour, как, кстати говоря, уральская компания, которая основана в Екатеринбурге, и предоставляет софт как услугу бухгалтерию, электронный инвойсинг и электронную сдачу налогов. В случае облачных технологий, облачные технологии позволят малому бизнесу получать информационные технологии и интерпрайз уровня как сервис. Это, во-первых, просто. То есть очень часто, если почитать современную прессу, почитать современные IT-журналы или не IT-журналы, люди говорят об облачных технологиях или облачных услугах как о том, что может быть дешевле. В принципе, конечно же, это может быть дешевле, гибче и нужно платить помесячно. Но гораздо более важно это то, что это намного проще. Вам не нужно покупать инфраструктуру, нанимать системного администратора, разбираться в том, как проинтегрировать различные куски вашего решения между собой, чтобы сделать готовое полное решение. Вы получаете IT корпоративного интерпрайз уровня как сервис, полностью обслуженный. И это, с моей точки зрения, будет одним из основных трендов в IT-технологиях ближайшего времени. Мне кажется, что огромный тренд – это поставить интерпрайз-левел IT для малого бизнеса. Вот это, собственно, все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ